Российский боксер Магомед Авдусаламов на ринге был неподражаем, непобедим. Он одержал 18 побед к ряду в супертяжелом весе, причем все нокаутом в ранних раундах. Скажи, какая у тебя самая высокая цель в боксе? Максимального результата добиться. Да куда ты, да я дойду, мне самому интересно. Было понятно, что на горизонте засияла новая звезда, но халатность врачей в Нью-Йорке навсегда уничтожила мечты Мага, такое у него было прозвище, и по факту оставила семью без любящего мужа и отца. Потому что то, кем он стал после боя с кубинцем Майком Пересом, было совершенно не тем, к чему привыкли его родные, друзья и семья. Это уже не тот веселый и жизнерадостный Мага. В тот злополучный день, 4 года назад, на 21-тысячной арене в Мэдисон-Сквер-Гарден Магомед Абдусаламов спустя 10 раундов равного боя, в ходе которого соперники обменивались мощнейшими ударами, почувствовал себя плохо. Его лицо стало отекать, взгляд рассеянный, его шатало, но врачи решили, что все в порядке. В итоге, когда бой закончился, победу отдали Пересу, а Мага отправился в раздевалку. Врачи из Мэдисон-Сквер-Гарден просто его зашили, оставили в раздевалке, а сами ушли в зал смотреть другой бой. Второй бой был главным событием вечера. Этим врачам либо хотелось, либо было необходимо находиться в это время в зале. Мы считаем, что их внимание было сосредоточено на втором бое, в то время как им стоило повнимательнее отнестись к Мага. Они не заметили серьезных повреждений, которые опытный врач должен был зафиксировать, из-за чего потеряли драгоценное время. Оказывается, у Маги в голове образовался тромб. Во время боя Магомеду раздробили кости лица и кости руки. И абсолютно всем присутствующим было очевидно, что что-то с Магомедом не так, судя по отекам и по тому, как он держался. В этот момент, плюс к переломам, у него случилось кровоизлияние в мозг. Его состояние ухудшалось. Он жаловался на головную боль. Врачи еще раз бегло осмотрели его и просто ушли. Когда стало совсем плохо, его тут же госпитализировали и, поставив правильный диагноз, ввели в состояние искусственной комы. Сделали трепанацию черепа и удалили сгустки. Однако спустя 4 дня он перенес роковой инсульт. Он лежал весь в трубках. Его лицо было опухшее до такой степени, что его не узнать было вообще. В больнице, где я работала, нам объявили о том, что к нам поступает вот такой пациент. Профессиональный боксер. Мы пошли узнавать, что произошло. И все мы были шокированы, что кто-то мог позволить подобному произойти. Это были элементарные вещи, которые просто оставили без внимания. Печально то, что попадя он в больницу раньше, он не был бы в таком состоянии. Стали бегать за врачами, спрашивать, когда он проснется, когда он глаза откроет. На нас врачи так смотрят. О чем вы вообще? Выживет ли или не выживет, еще никто не знает. Так оборвался путь чемпиона, который был в одном шаге, чтобы взойти на самую высокую ступень в боксерском мире. Семье Магомеда начали помогать как действующие боксеры на тот момент, так и меценаты, разные организации, ну и сам штат Нью-Йорк. Но надо отдать должное его жене, Баканай Абдусаламовой, которая проявила недюжую выдержку и храбрость, борясь с навалившейся ситуацией. Она все время была рядом с любимым и ухаживала за ним. О ее преданности и силе воли многие рассказывали, но никто и близко не может представить, что чувствует женщина, когда на ее глазах сильный, здоровый мужчина превращается в беспомощного человека. На нее обрушился неимоверный груз. С одной стороны дети, за которыми надо смотреть, а с другой муж, который сам ничего не может. Но не думайте, что Баканай сдается. Каким-то чудом ей удалось невозможное. Магомед летом прошлого года начал тихо с ней разговаривать. К нему начал возвращаться навык общения. Когда на глазах пример Баканай и Магомеда, то понимают, что мы еще не обречены, что у Магомеда есть надежда выздороветь. Что у нашего общества есть надежда выздороветь, так как в этом обществе живут такие люди, как Баканай. Все-таки, что ни говори о любовь и вправду способна творить чудеса. Любовь способна на то, на что не способен ни один врач, ни один реабилитационный центр. Баканай уверена, что это только начало. И ее мага обязательно встанет на ноги и будет самостоятельно ходить. Хотя врачи говорят, что правая сторона навсегда парализована, Баканай в это уже не верит. Она вернула ему речь. И будем надеяться, что вернет и умение передвигаться. Это все происходило на моих глазах. Я до сих пор не могу сам лично поверить, что это тот Магомед, которого мы все знали. Я представляю, насколько его супруге тяжело. При всем при этом она не сломлена ни физически, ни морально. Это душераздирающе. Бака очень сильная женщина. Я всем говорю, если бы я была хоть в половину такой, как она, я была бы невероятна. Психологически, морально, что это видеть, что вот твой мага, твой муж так лежит. И ты делаешь все, да, но ты не можешь его вернуть пока таким, каким он был. И вернется ли еще, вот вопрос. Да, конечно, мы будем все делать. Миша, Всевышний поможет, но все равно надо смотреть правду глазами. Это тяжело. Баканай выиграла суд у штата Нью-Йорк, который выплатил семье 22 миллиона долларов за врачебную халатность, повлекшую за собой такую трагедию. Эта компенсация самая крупная в истории бокса, и семья Абдусаламовых ее заслужила. Баканай может быть теперь спокойна за своих детей и за мужа, которому теперь предоставить самое лучшее лечение. Все-таки есть справедливость в этом мире? Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok